Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 38-й главе книги Бытия. 38-я глава рассказывает историю об Иуде и его потомках, о следующем поколении. Говорится о том, что Иуда один из основателей сильнейшего колена. Во времена, когда состоители работают, кроме колена Иудина, почти никого и не осталось. Ну, понятное дело, осталось некоторое количество потомков колена Ливейна, священников, ну и еще совсем по чуть-чуть представителей других колен. В основном колена Иудина выживет. И вот этот Иуда, лидер, основатель, если хотите, старейшина одного из сильнейших колен, вот он показан здесь в рамках своих семейных, так сказать, проблем и того, как он эти проблемы решает. Ну и решает, прямо скажем, не самым лучшим образом. В частности, там у него есть сыновья, он берет жену одному из них, он умирает, отдает жену следующему брату. Но автор, скорее всего, говорит нам здесь о том, что Ливерат, так называемый, вещь достаточно древняя и встречалась уже очень-очень рано у первого поколения сынов Израиля. Вообще говоря, для древнего мира это, с одной стороны, не такое редкое явление. Да и вообще в архаичных культурах и в современном мире местами, если не практикуется, то, по крайней мере, теоретически предполагается. Но в том мире, где действует составитель, его читатели, в мире, где уже, в общем, почти пала или уже пала новая Вавилонская держава, не говоря о Сирии, старой Вавилонской, Шумиро-Акадской, где вот Персы, где уже скоро будет Александр Македонский и так далее и тому подобное, «Ливерат» – вещь неочевидная, неочевидная. И почему мы должны, говорят современники читателя, современники составителя, вообще какое все это отношение имеет к нам, наше прошлое, наши предки, они что-то там делали, мы пошли в плен каким-то образом, это все на нас переходит, как переходит обязанность восстановить семя брату. Вот это клановое такое мышление, когда единицей исторической, социальной является клан, а не личность, и у составителя, и у его читателей уже вызывает некоторый диссонанс, вступает в конфликт с каким-то, я бы сказал, предощущением того, что такое человеческая личность. Еще, очевидно даже, я бы сказал, еще не написаны ни книга Иова, ни экклезиаста, а это основные, может быть, наиболее яркие такие свидетели библейского персонализма. Я, может, не говорю о том, что вообще до персоналистского мышления еще очень-очень-очень далеко. Но и для составителя, и для читателя что-то тут не то. Почему один должен восстанавливать семя? Почему вот там, ну хорошо, он не слушается отца, не делает, как папа велел, но вот это вот знал, что это будет семя брата, а не его, и не хотел этого. И это было зло перед очами Господа, и он умертвил его. То есть, в общем, составитель берет этот рассказ и передает нам его так, что все-таки ливератный брак и все вот эти вот касающиеся брака принципы, что это все важно, осмысленно и правильно, и так надо, и брак должен быть таким, как в законе написано. Читатели, первое поколение читателей увидят, может быть, второе, увидят, как Эздор и Эмми будут целенаправленно, не дрогнувшей рукой, приводить браки израильтян к стандартам закона, и ничего хорошего из этого, в общем, не выйдет. Здесь же вот нам предлагается эта история, где такой протест, протест против ливератного брака вот выходит на поверхность. Ну и дальше, значит, рассказывается тоже романтическая, в общем, история про то, как невестку свою Иуда отсылает к отцу, обещая, что вот сейчас третий брат подрастет в тебя, ему в жены отдадим. Торы-то еще нет, но опять снова рисуется фон для Торы, потому что там будет разговор о том, что не оставляй вдову без обеспечения, там, ты должен вдову сына обеспечить и средствами пропитания, и супружеством. Одним словом, вот такой тоже мостик к некоторым компонентам книги исхода, будущем. Ну и вот здесь рассказывается о том, как Иуда отдал Фомаре паспорт и права в залог, значит, что он действительно принесет ей козленка. Она при этом еще и забеременела, и вот родила ему двух сыновей. Между прочим, Иуда родил Фареса и Зару от Фомаре. Это будет упомянуто потом в родословиях, в частности, у Матфея. Итак, вот такая история, где хочешь не хочешь попытался Иуда объехать на кривой козе еще не сформулированное правило, касающееся ливератного брака, а не получается. Только хуже сделал, лучше бы сразу сделал, как положено. Хотя он, может, еще и не знал, как положено. И вот в результате все равно судьба и этой части клана приводится к некоторому общему знаменателю, к тому, как хочет ее устраивать Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok